Что это саенция и как и почему она работает? Она уходит в канализацию и попадает на очистные сооружения. Там эта вода очищается от твёрдых примесей. Вот их мы и собрали, потом высушили, и получился такой порошок. Нюхать его не советую. Но зачем это кому-то понадобилось? Кому продают этот порошок и почему он так дорого стоит? Нет ощущения, что вы живёте в каком-то научно-фантастическом романе? Я здесь уже довольно давно, я привык и не думаю об этом, но, наверное, можно сказать и так. У меня такие ассоциации появляются потому, что невероятно. Неужели кому-то это всё надо? Да. Кто-то это собирает? Похоже на выдумку. Не верится, что такое место вообще существует. Здесь есть листья яблони и персиковых деревьев, ткани устрицы, цинковые слитки, углекислый газ в азоте. В этих дюарах жидкого азота содержатся образцы тканей морских животных. Тут и моллюски, и дельфины, и киты. Есть ткани организма птиц, и ткани человеческого тела тоже есть. Но, пожалуй, самый странный товар на этом складе, заодно и самый привычный, арахисовая паста. Похоже на арахисовую пасту, это она и есть, мягкая. Наверное, это самая дорогая банка арахисовой пасты в мире. По сути, мы заказываем у производителя максимально обычную арахисовую пасту, и нам прислали, скажем, 2000 банок. Мы проверяем каждую, измеряем содержание жиров, подсчитываем, сколько в ней и каких компонентов, и в итоге пишем состав и выпускаем сертификат. А вы сами эту пасту пробовали? Конкретно эту? Всё, что здесь есть, не предназначено для употребления. Я не уверен, сколько лет конкретно этой банке, но вот есть её, скорее всего, лучше не надо. А сколько она стоит? Цена у неё совсем не та, что в магазине. За 3,99 купить её не получится. Она обойдётся, наверное, примерно в 1000 долларов. Вряд ли, конечно, вы потом эту пасту будете на хлеб намазывать. Банка арахисовой пасты стоит меньше 5 долларов. На упаковке можно почитать состав и содержание питательных веществ – белков, жиров, сахаров и натрия. Всё это производители отслеживают с помощью специальных устройств и аналитических методик. Но как узнать, что результаты измерений верны? Для этого и нужны эталонные банки арахисовой пасты. Её изготавливают так тщательно, что в каждой банке содержится абсолютно одинаковый продукт. Много труда вложено в то, чтобы результат получался всегда один и тот же. Учёные Национального института стандартов и технологий несколько лет детально измеряют количество всех компонентов арахисовой пасты и определяют погрешности. После этого образец становится государственным стандартным образцом. Эти со всех сторон проверенные и изученные эталоны затем продают технологам и производителям, чтобы они могли правильно откалибровать оборудование. Если всё работает как надо, то при проверке эталонной арахисовой пасты содержание всех компонентов совпадает с тем, что указано в сертификате. На замеры уходит много времени. Несколько лет можно потратить столько на то, чтобы выяснить количество жиров, чтобы точно узнать их содержание. В этом случае мы платим не за арахисовую пасту, а за то, чтобы знать, чего и сколько в ней содержится. Именно из этого вытекает стоимость стандартных образцов. Из нашей возможности показать правду. Я иногда говорю, что мы производим истину в бутылке. Можно подумать, да какая разница, насколько точный состав на упаковке. Но задачи института этим не ограничиваются. В арахисовой пасте содержатся афлотоксины, канцерогены естественного происхождения, которые могут спровоцировать рак печени. Производят их грибок, который растёт на орехах. И если на производстве оказалась не самая удачная партия арахиса, было бы неплохо, чтобы на заводе заметили повышенный уровень афлотоксинов. А получится это сделать только, если оборудование было тщательно откалибровано, используя пасту с известным уровнем содержания афлотоксинов. Санитарное управление само берёт пробы, чтобы проверить содержание. Чаще это делают в коммерческих лабораториях в соответствии с требованиями управления FDA. Управление может рекомендовать использовать эталон продукта, чтобы не допускать ошибок, но сами обычно этим не занимаются. Точно измерить содержание различных компонентов в разных продуктах не всегда легко. Мелкие порошки исследовать проще, чем вязкую арахисовую пасту. И в этом случае полезно иметь стандартный образец, близкий по составу и консистенции к нужному продукту. Но при этом институту стандартов и технологий сложно охватить все продукты. Мы не будем отдельно брать форель, окуня и лосося и прогонять их по компонентам. У нас будет представлен образец некой средней стандартной рыбы. Если производителю нужно работать с конкретным видом, то использовать его он сможет как суррогат. То есть у вас есть стандарт для форели? Да, есть. А расскажите про гомогенат мяса. Это смешанный мясной продукт, который тщательно измельчен и помещен в приятную металлическую баночку. А зачем было смешивать курицу и свинину? Почему нельзя сделать отдельно курицу, отдельно свинину? Сами мы этого никогда не делаем. Мы сотрудничаем с промышленными компаниями, спрашиваем, какие сочетания нужны. После этого просим измельчить соответствующий продукт. Чтобы от образца был какой-то толк, необязательно брать именно тот продукт, показатели которого будет измерять производитель. Можно взять нечто достаточно близкое. Институт стандартов и технологий продает порядка 30 образцов продуктов, которые разбросаны по пирамиде питания. Ее вершины – это чистые углеводы, жиры и белки. Исходя из соотношения этих трех компонентов, все продукты распределены по пирамиде. Чтобы описать качество каждого из них, подойдет ближайший сосед. Если какой-то производитель представит ведомству некоторые характеристики для продукта, например, это гранулированный корм, но сравнивали его с арахисовой пастой, то этому производителю укажут, что у них разное содержание жиров и так далее. Мы же предоставляем некую матрицу, которая была бы ближе всего к тому, с чем они работают. Здесь есть эталон даже для стандартного рациона. Это называется стандартный рацион. Методом опросов выяснили, чем питается средний американец, закупили продукты, все перемешали, высушили методом сублимации, получился серый порошок, в котором содержатся все питательные вещества, которые потребляет средний американец. Тут представлено и количество сахара, и белки, которые употребляются в пищу, все витамины и жиры, все в одной небольшой баночке измельченных продуктов. Всего Институт стандартов и технологий разработал 1300 стандартных образцов. Это наш склад. По площади он занимает немногим меньше 2000 квадратных метров. Тут хранятся все наши запасы, все наши продукты, то есть эталоны. У нас бизнес. Мне тем здесь и нравится, что я управляю 20-миллионной компанией внутри государственной структуры. Мы продаем около 30 тысяч образцов в год. В одном заказе обычно около трех штук. Половина продается в Штатах, половина в другие страны. Все цены указаны на сайте. Так что да, мы специально сделали сайт для продажи наших образцов. Конечно, тут все можно найти. И арахисовую пасту, и мясную смесь. Допустим, я предложу вам 1000 долларов. Продадите мне образец? Мы контролируем, кому продаются образцы. Так нечестно. Я же ученый. И у меня есть 1000 долларов. Но стандарты нужны не только для пищевых продуктов. В начале 20-го века, примерно в 1905 году, были огромные проблемы со сталью, из которой делались вагоны, локомотивы и даже сами рельсы. Было известно, какой нужен сплав. Но у литейных заводов не было возможности сравнить их конечный продукт с эталоном, который просчетом химиков им нужно было получить. Конгресс, по сути, обратился к Национальному бюро стандартов с просьбой подготовить образцы стали, чтобы все могли изготавливать одинаковый сплав. И тогда мы изготовили стандартные образцы, подробно изучили их состав. Количество хрома, железа, гидрокарбонатов. А затем представили их участникам промышленности, литейным заводам, чтобы они могли сравнить свои сплавы с тщательно исследованным образцом. Это был первый продукт, который мы подготовили. Сталь и сейчас среди важнейших образцов в Институте стандартов и технологий. А что у вас продается лучше всего? Ударные образцы Шарпи. Шарпи? Да. Пойдемте покажу, зачем они нужны. Чтобы проверить, крепко ли получилась сталь, проводят тест, который придумал профессор Шарпи. Берут маятниковый копер, на конце которого закреплен груз. Мы отводим маятник на определенное расстояние и можем рассчитать его потенциальную энергию. Там, куда попадет груз, если маятник опустить, есть зажим. И туда мы помещаем стандартный образец металла, образец Шарпи. Тут есть небольшой надпил. Маятник падает, ломает образец и взлетает с другой стороны. По той высоте, на которую он поднялся, можно подсчитать энергию, которая ушла на то, чтобы сломать металлический брусок. В наши дни каждый производитель, как в США, так и в других странах, ежегодно проверяет сталь с помощью наших образцов. Потому что сплавы используются для труб, в оборонной промышленности, в производстве контейнеров для радиоактивных отходов. Я иногда шучу, что мне нравится то, что горит и ломается. И суть этих брусков в том, чтобы ломаться. Поэтому их много закупают. А в год сколько их продается? Если считать все виды таких изделий, то около 8 тысяч. Ого. Да. Институт стандартов и технологий изготавливает стандартные образцы уже больше века. Вот так выглядит наш самый первый стандартный образец. Он настоящий. Этот серый порошок известняк. Мы до сих пор изготавливаем известняк номер один. Уже 110 лет. Он так популярен, что в год мы продаем 40-50 штук. Удивительно, правда? Не так много компаний продолжают производить то, с чего когда-то начинали. Большая часть эталонов, о которых говорилось в видео, нужны для калибровки. Но есть и другие. Они используются для валидации. Другими словами, их применяют в самих испытаниях, чтобы гарантировать чистоту эксперимента. Примером могут послужить сигареты. Очевидно, что курить в постели опасно. От этого бывают пожары. Из-за этого ввели массу требований насчет воспламеняемости материалов, из которых делаются матрасы, простыни, покрывала. Мы изготовили стандартные сигареты, которые можно использовать в ходе испытаний, чтобы производители могли достоверно проверять воспламеняемость мебели, белья и матрасов. Чтобы испытания давали надежный результат, их нужно проводить с помощью сигарет стандартного образца. В США возгорание из-за курения приводит к основной массе смерти от пожаров в жилых домах. Подобные товары, наряду с контролем и просветительскими программами, спасли очень много жизней. А еще есть стандартные образцы для довольно неожиданных предметов. Например, вот стандарт для пули. Во время выстрела, когда пуля проходит по стволу, на ней остаются характерные следы. В криминалистических лабораториях эти следы измеряют, чтобы потом сравнивать пули, найденные на месте преступления, с другими, которыми стреляли предположительно из того же оружия. Но как узнать, правильно ли трактует найденные на пуле отметки? На этой пули есть стандартные отметки. На нее нанесена наноразметка так, чтобы сымитировать реальные следы. Это очень тонкая и точно проделанная работа. То есть этой пулей никто не стрелял от метки на насилие на производстве. Чтобы убедиться, что аппаратура все правильно считывает, эталонный образец пули и пулю с места преступления изучают вместе. Смысл любого стандарта или эталона — зафиксировать что-то в мире, нечто важное, что обычно измерить сложно. Например, пыль в доме. В начале 90-х мы просили у сервисов по уборке полные мешки от пылесосов из разных отелей и домов. Потом собрали всю эту пыль из гостиниц и так далее, ссыпали вместе и перемешали. Очень тщательно. Так, чтобы во всех образцах оказалось одинаковое количество веществ и материалов. А потом измерили все, что там было. Пыль интересна с точки зрения среды, в которой мы живем. По ней можно определить, что нас окружает, с чем мы соприкасаемся. Во многом эталоны нужны для того, чтобы выявлять опасные примеси. Поэтому на складе хранятся несколько видов свинцовой краски и вода из гренландского ледника. Это редкие образцы, поэтому продажа ограничена. Одному клиенту можно продавать лишь одну штуку раз в три года. Ого! Вот почва из Нью-Джерси и Монтаны. У нас много образцов почвы. Удалось получить разрешение посетить загрязненные участки в городе Бозман в Монтане, набрать почти 20 килограммов камней, чтобы потом измельчить. В этих образцах есть, например, токсичные вещества. Лучший способ выяснить, с какими вредными веществами мы взаимодействуем, это изучить наши собственные отходы. Поэтому здесь и продаются отходы жизнедеятельности. Это средство того, что выходит из человеческого организма и попадает в трубы. Исследователи могут найти следы ядовитых веществ и тяжелых металлов, то есть вредных воздействий, о которых мы сами иногда не знаем. Это помогает отслеживать состояние окружающей среды. В следующем году на протажу планируют выставить человеческие экскременты. В последнее время в новостях нередко говорят о том, что здоровье во многом зависит от микробиома. Мы все больше понимаем, что бактерии и все прочее в кишечнике и желудке влияют и на физическое здоровье, и на состояние психики. Измерять состав экскрементов довольно сложное дело. Их очень непросто разложить на компоненты. Эта работа нужна, чтобы дополнять анализы и исследования метаболитов. Выглядеть образец будет как пробирка с порошком. А сколько материала собрали? Нехилую кучку. Чем больше мы узнаем о мире, тем больше расширяется спектр материалов на стеллажах этого склада. В следующем году институт планирует выставить на продажу первый стандартный образец живого материала. Это будут клетки яичника самки-хомяка, способные производить моноклональные антитела. Такие антитела входят в пять из десяти самых продаваемых лекарств. За год в мире на них тратится больше 75 миллиардов долларов. Когда в 2022-м началась вспышка оспы обезьян, среди прочего возникла одна проблема. Не было надежных лабораторных тестов для диагностики. В Институте стандартов и технологий всего за 30 дней сумели создать образец вирусной ДНК. Очень странно бродить по этому складу. Здесь на полках стоят измельченные и распасованные, подробно описанные, разрозненные фрагменты нашего мира. Тут вспоминаешь, что вдали от наших глаз целый коллектив без устали следит, чтобы все оставалось ровно тем, чем является. Мы едим арахисовую пасту и знаем, что в ней содержится именно то, что указано в составе. Когда приходят результаты анализа крови на холестерин, мы знаем, что оборудование откалибровано по эталону. Когда заходим в здание, построенное на стальном каркасе, мы знаем, что характеристики и свойства сплава точно позволяют ему удержать строение. В мире все как надо, потому что небольшой взвод исследователей тщательно следит, чтобы все вокруг нас соответствовало стандартам. Даже экскременты.